Доброго времени суток! Все продвинутые практики, начинающие практики, просто серьезно интересующиеся магией и даже не практикующие, которые слушают это видео, вам тоже добрый вечер. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем тему «Вопросы и ответы на вопросы наших читателей». Сегодняшний вопрос — это расскажите, пожалуйста, о приворотах. Действуют ли они, можно ли с помощью приворота получить любовь, эффективны ли они, вообще расскажите, правда ли, бывает ли. Тема приворота — это такая тема, которая очень активна на рынке магических услуг. На ней делается большая часть бизнеса. В основном это не очень честный бизнес, который, опять же, эксплуатирует тему страха, надежды, чувства вины и свободы от нее. Итак, привороты — это вещь, которая действительно бывает, случается. В реальности случается очень редко. Например, на, может быть, 30-40 историй о приворотах, если одна будет с настоящим приворотом, это будет очень большой редкостью. То есть в основном, что люди говорят про привороты? Я по каким-то причинам испытал вот дикое там необузданное желание. То есть вот к кому-то не мог ему противиться, а потом как пелена спала, вот явно это же не виноватая я, он сам пришел — это был приворот. Большая часть истории о приворотах — это история о попытке снять с себя чувство вины. Очень многие люди не способны принять того, что у них просто было сексуальное желание. Оно противоречит их представлению о себе. Им надо объяснить, что все произошло по привороту. Естественно, вторая тема приворотов — почему от вас там ушел муж или жена? Как же от такого чудесного человека, то есть вот каким ваш клиент себя представляет, мог кто-то уйти? Ведь вы же для него все. Естественно, там злые гады приворожили. Да, то есть никто же не думает об ошибках, которые он совершал. Поэтому в основном привороты — это попытка легитимизировать или свое сексуальное влечение, или объяснить себе какие-то семейные и личные неудачи и снять с себя чувство вины. Тем не менее, привороты, конечно, действительно бывают. В основном большая часть приворотов, то есть спрашивают, можно ли с их помощью обрести любовь, обычно нет. И большая часть приворотов на любовь и не были нацелены. Просто большая часть... Сегодня людей путает понятие любовной и сексуальной магии. В свое время в основном привороты были нацелены на то, чтобы в другом человеке разжечь желание. О любви тогда вообще речь не шла. Когда большая часть этих техник разрабатывалась, никто темой любви особенно не интересовался. Разжечь желание в мужчине или женщине, чтобы он ни о ком не думал, кроме вас, усилить его, довести это желание до одержимости. Конечно, такие техники существовали, были, действовали. В основном это приводило к желанию, вот к любви редко. Теперь большая часть людей все равно не очень разделяют. И если чувствуют сильное желание, то потом убеждают себя, что, конечно, это желание было неспроста, а по высоким чувствам. Поэтому если вы разожгли в ком-то желание, ну, есть шанс, что он вас и полюбит. Но к привороту уже это не имеет отношения. Желание разжечь можно. Бывает. Насколько эти техники эффективны и долгосрочны? Очень зависит. Значит, в магии есть понятие касты, уровня человека. То есть работники, торговцы, будем говорить грубо, те, кто занимаются властью и управлением воины, и познаватели, брахманы. Чем ниже каста человека, тем легче в нем разжигается желание. Значит, поэтому людей низкой касты можно друг другу приворожить. Приворожить человека высокой касты к людей низкой, к человеку низкой, как я уже упоминал в своих лекциях, очень трудно. Поэтому история типа «Золушка» — это сказка. Если бы можно было, то, там сказать, любая деревенская девушка, там сказать, крепостная, могла бы к себе, там, не знаю, пойти к деревенской ведьме, приворожить графа. Увы, такие истории нам почти неизвестны. Да, то есть чем выше каста человека, тем хуже на него действует приворот. Значит, теперь, поскольку способности к магии зависят от уровня, то способности человека не очень высокой касты приворожить к себе такого же тоже не очень высоки. Правда, и разжечь желание в человеке невысокого уровня, в человеке, который не рефлексирует, откуда в нем это желание взялось, тоже несложно. Я, конечно, в своей практике неоднократно встречался и с реальными приворотами, но, тем не менее, случаи профессионального приворота редки. С ними еще бывает такая любопытная проблема, что в профессиональном привороте человек, испытывая желание, одновременно часто с этим желанием борется. И в нем это часто чередуется периодами желания и агрессии относительно объекта желания. Поэтому вот в тех местах, где люди выходят замуж по привороту, пусть они не удивляются, что потом их часто бьют. Хотя, опять же, повторюсь, в случае эти редки. О методах распознания, работы с приворотами, как все-таки отличить, был ли он реальный, что очень маловероятно, конечно, что вы с таким столкнетесь, мы поговорим в следующих выпусках. Для этого вот необязательно привораживать себя к этому каналу. Можно просто на него подписаться. Буду рад вашим комментариям. И да пребудет с вами сила всего волшебного!